Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна, и я очень рада приветствовать вас всех на своем канале. Сегодня у нас по плану с вами разговор о бегониях, но сначала я вам хочу показать, что я сплела из бумажной лозы. Так, сейчас немножко это двину. Я сплела небольшой такой коробочку, такую, наверное, или сундучочек какой-то, не знаю, нет, сундук, он же с крышкой этой, без крышки. Из газетных трубочек вот принт видно. В общем, я сплела себе под карты. У меня такой вот тружочек. Уже получается лучше, конечно, то есть уже видно, да, что косячков поменьше и более такое плотное плетение получается, но пока еще, конечно, косяки присутствуют. Ну куда же без них, я еще только начинаю. Вот, так, это уже можно отставить. Как бы держит так-то, у меня колоды здесь увесистые такие, но ничего держит. Так, сейчас я отставлю. И сейчас мы с вами поговорим о укоренении и о прищипке бегоний. Пересаживать я не буду сейчас, наверное, на видео, потому что здесь очень мало места, нужно будет все немножко разгребсти, но тем не менее я покажу. Вот, смотрите, мы с вами, давайте поговорим сначала о кейн-бегониях, а потом я вам расскажу о прищипке декоративной лиственной бегонии. Вот, смотрите, мы брали с вами черенок, это у меня локинг-класс, и пересаживали мы с вами вместе, брали черенок вместе. Вот, смотрите, здесь она у меня пойдет раз-два-три. Ой, даже вот здесь, смотрите, пускает еще вот. То есть она будет у меня пушистая, я не хочу, я знаю, что кейн-бегонии любительницы как бы расти в основном в один ствол, но вот я этого не хочу, мне вот, смотрите, так удобней. Такая будет пушистая красотка. Дальше. Сирати питала, она сама по себе чуть послабее, кстати, черенок от нее погиб. Вот, но она выпустила почку одну только, пробудила вот эта почка, вот она, вот. Но другие что-то никак не хочет пока. Ну, посмотрим, то есть вот здесь-то почки тоже есть, вот почка, вот почка, но пока не пробуждает почему-то. Ну, и растет она медленнее, чем другие сорта. Так, и Маурики Эмвэй. Маурики Эмвэй я тоже надеялась, что она пустит мне почки еще из нескольких, но она не хочет никак. Вот, ну, хотя вот здесь, в принципе, почка пошла поактивнее расти, вот она. И вот здесь почка пошла активнее расти. С нее я брала два черенка, один погиб. Вот, один остался, сейчас я вам покажу. Ой, я не взяла их. Блин. Ну, не пойду, в общем, я с этими черенками, потому что локинг глаз, еще только-только зачатки корешков. У Маурики Эмвэй один черенок погиб, один пошел как бы в рост там корешки пустил. Думаю, как корни выглядят вы сами знаете. Не охота, правда, бежать, потому что дел много тут у меня запланировано. Вот, и так я оттянула тут немножко свои пересадки и переукоренения и все остальное, потому что был мороз. Мороз был под 40 градусов, и мой грунт, который был намешан, так сказать, он у меня просто замерз и несколько дней оттаял дома стоял. И давайте перейдем теперь к прищипке декоративно-лиственных бегоний. Это у меня Arctic Breeze. Смотрите, сейчас буду показывать близко. Вот здесь я прищипнула его, вот в этом месте, вот здесь прищипнула. И смотрите, у меня пошли почки. Вот, почка рядом пошла. Так, сейчас будем залезать с вами в самый внутрь. Вот здесь, смотрите, почки две пошли. Вот так вот видно, вот, вот. И вот здесь пошла почка. Я, конечно, надеялась, что у меня почки пойдут, вот видите, вот этот оголенный ствол, что почки пойдут отсюда. Но они почему-то не захотели идти. Но, тем не менее, прищипка декоративно-лиственных бегоний возможно, но делать это нужно немножко аккуратно. И смотрите, вот я прищипывала вот здесь точку роста, да. То есть, вот если бы я решила, вот сейчас, да, вот у меня идет ствол, и если бы я захотела вот только сейчас прищипнуть, да, первый раз, то я бы вот, вот так вот убирала вместе с точкой роста. Хотя, кстати, вот тут что-то просыпается даже. Но на самом стволе, ой, извините, но на самом стволе не хочет никак. Ну ладно, хотя бы так. То есть, в принципе, без вреда для растения прищипывать можно. Но еще раз повторю, я прищипывала еще в 23-м году, в декабре. Точно не помню когда, но уже ближе к концу декабря. Вот, в принципе, пошла в рост она быстро, как-то на ней не сказалось, что как-то там, знаете. Но если, в принципе, у вас бегония кустится сама, ее не нужно прищипывать. А вот есть такие сорта, которые вот, они идут в палку просто, да, и вот листья по сторонам пускают. То вот можно прищипнуть. То есть, никаких тут ужасов не будет. Чем я сегодня, кстати, буду заниматься? Мне нужно укоренить традисканцы. Я хочу попробовать их на 8 марта укоренить. Укоренить калиброшки, алисун снова принцесс, рассадить свои бегонии и беликонии, потому что они уже из стаканчиков, видите, 200 миллилитров. Им как бы уже мало места, тут все в корнях. Я буду рассаживать в 500. Ой, попал листик. И еще буду рассаживать деток. Деток бы, в принципе, можно было подержать, это стыник. Вот, но детки уже тут грунта мало. И они очень быстро пересыхают. Я и так из-за того, что быстро пересыхают, тут потеряла устомы свои, потому что мы уезжали. Дома отопление было включено очень сильно, потому что, повторю, еще раз, морозы были минус 40. И плюс ко всему светило солнце. В общем, пока нас не было, благополучно все это дело очень быстро засохло. И уже спасать было нечего, поэтому я просто тот контейнер выбросила. Вот, о результатах укоренения и так далее я расскажу чуть позднее, когда уже, да, все это начнет укореняться. Расскажу, как я укореняю, хотя, в принципе, я всегда вам об этом рассказываю. Вот. Котик вот ко мне пришел помогать. Ну, что ж, дорогие друзья. Такое короткое видео получилось. Ну, по крайней мере, я вам показала то, что, результат того, что мы с вами делали, да. То есть, вот, как укореняли мы, я показывала на укоренение, ставили, а как вот укоренились, результат укоренения показываю. Кстати, о декоративной лиственной бегоне фрагментом листа три сорта укореняются. И один, по-моему, или сколько я, пять сортов вроде ставила, два сорта потеряла. Вот. И один сорт, там, один сорт, он как бы было поставлено несколько фрагментов, но укоренился только один фрагмент, в принципе. Ну, я думаю, что это ничего страшного, мне особенно очень-очень много бегоний, так как таковых и не нужно. Вот. Ну, что ж, дорогие друзья, всем все самого наилучшего, всем все самого прекрасного, всех обнимаю, целую, всем пока, пока.